Друзья, всем привет! Вы слушает SDGAS, 109 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях технический директор, основатель компании Spiral Scout Антон Титов. Антон, привет! Привет-привет! Долго мы с тобой пытались этот подкаст назначить, наверное, уже полгода прошло, да, с первого письма? Ну, плюс-минус, да, давай не будем сильно выдавать все наши тайны, сколько у нас было попыток и подходов. Главное, что это, наконец-то, состоялось. Я очень этому рад. Да-да. Слушай, ну, давай, наверное, начнем по традиции, как всегда. Расскажи немножко пару слов вообще про себя вообще, как давно ты и чем занимаешься, и что сейчас вообще происходит в твоей жизни? Ну, в принципе, по позициям и понятно, что занимаюсь и всем. То есть, технический директор – это такая интересная должность, которая влезает и в анализ, и управление разработчиками, в принципе, и код написать, какие-то договора подписать. То есть, в принципе, все-все, что связано с разработкой ПО, разработкой именно своих процессов компаний и набора команд, это все происходит через меня. Вот. Начинал я очень-очень давно, когда-то еще просто бэкэнд-разработчиком на PHP был, может быть, в году 2007. Потом потихоньку брал задачки все крупнее и крупнее, потом хакнул своего бизнес-партнера, ну и вот с тех пор завязалась такая дружба, открылась компания и доросли до такого неплохого размера. В айтишке я, наверное, лет уже, даже посчитать сложновато, может быть, лет 16-17. Может быть, помнишь, еще раньше были такие кружки в Дворце молодежи. Вот у нас был Минский кружок по программированию в Дворце молодежи, мне это мама записала, когда мне было лет еще 9. И вот с тех пор потихоньку вот так вот айтишка в меня попала. То есть, скорее, в таком направлении, чем наоборот. Ну, я как-то вот все это время занимался разработкой, писал игрушки под себя, писал программы, какими-то курсовые делал. Со временем это стало все более и более серьезным занятием. Ну, вот сейчас это уже очень серьезное занятие с кучей народу, которая занимается разработкой вот именно под серьезных клиентов. Нет, ну, понятно, да, что когда у тебя там уже, так сказать, у тебя компания, и ты там большой коллектив. Кстати говоря, сколько у вас людей-то, ты видишь, что там много уже просто интересный порядок. Сейчас, наверное, в сумме 75. Ну, нормально, нормально. Это большая часть это разработчики или это там плюс-минус какие-то? Ну, став, конечно, есть. То есть, может, человек 15 как раз-таки уйдет на бухгалтерию, ПМ и БИИ, но в основном, да, разработчики. КВИ, честно, не посчитаю тебе, вот тоже часть разработчиков на них можно отдать, но вот ребят у нас реально много. Большинство сидит в Минске, часть в Бресте, часть на Украине, часть просто на удаленке сидит. То есть, как-то вот так вот, в разы, которые их разбросаны. Вот это, кстати, тоже интересно будет, да, обсудить, как вы выстраиваете процессы, потому что, ну, одно дело, когда там все в одном офисе или там команда, скажем там, да, в одном офисе, другое дело, когда вот так распределенно, и как тут все происходит взаимодействие. Ну, расскажи немножко, да, я услышал, что в какой-то момент там ты, значит, как-то удалось тебе там, как ты сказал, хакнуть своего партнера, и появилась компания. Ну, немножко, может быть, чуть больше, если раскроешь вообще, как появилось, что у вас там были, какие первые проекты, и какого рода проекты у вас есть сейчас, как раз, я думаю, это нам пригодится для дальнейшего контекста. Ну, вообще, как бы, наверное, можно немножко с другого конца зайти, начинал я работать еще на белорусском рынке, делали портал, назывался он «Стройгид» в 2007 году, это приехали какие-то ребята, Павел, вроде бы, его звали со штатов, насмотрелись там на местную, как бы, IT-зону, и решили открыть в Беларуси портал, где можно строителей искать. То есть, ты хочешь себе сделать квартиру, описываешь свои требования, потом строителям подходящим рассылаются смс-ки, они высылают тебе биды, ты выбираешь их по рейтингу, ну, то есть, в принципе, то, что сейчас уже более-менее привычно, но вот представим, вот такой вот портал в 2007 году, вот, как бы, кто его сделать, никто не знал, я тогда еще в школе учился, но как-то через знакомого они на меня вышли, начали его делать, в принципе, запустили, он работал с тех пор лет 9. Тогда еще было очень много интересных хохм, потому что, когда они пришли в белорусскую налоговую, ну, я не знаю, много ли ты знаешь про Беларусь, но у нас с точки зрения законов все очень строго, то есть, я должен быть по бумажке, обязательно, как бы, все по лицензии, вот они пришли в налоговую, говорят, мы хотим открыть портал по поиску строителей, они посмотрят на главяки и говорят, а что это такое? Вы не можете этого делать, потому что мы не знаем, что это, лицензия, как бы, такой у нас нет, ну, 2007 год, то есть, это еще до текущих времен, когда порталы, стартапы, это все очень просто стало, но как-то они его записали под, типа, рекламные услуги и вот с тех пор крутились, разрабатывал я вам, может, наверное, год в сумме, именно после запуска. Потом меня нашли ребята из Бахрейна, Арабские Эмираты, тоже как-то через знакомых на меня вышли, и вот я занимался разработкой им микросток-сайта, то есть, это большое количество фото, там, может быть, видеоматериалов, их загружают различные фотографы, порталы продают за какие-то подписки, либо коины, либо кредиты покупателям, и, само собой, продавцам комиссия, ну, и владельцам в карман небольшой процентик, вот. Вот, и, как бы, все было хорошо, работал я на них полтора года, за это время, вот, нашел парочку конкурентных сайтов, то есть, надо было изучить, что делают другие ребята, как они это делают, провести такой легкий реверс инженеринг в допустимых, как бы, масштабах, вот. Вот, нашел сайт своего будущего бизнес-партнера, поизучал его, ну, и, в принципе, забил. Ну, а вот спустя, когда, 3-4 месяца до окончания работы, вот на текущий на Бахрейн проект, мне перестали платить зарплату, то есть, сказали мне люди, что у них там все плохо, с бизнесом какие-то проблемы, не получается скрутиться, ну, и, соответственно, вот тебе ружье крутить, как хочешь. Вот, ну, моим ружьем оказался вот этот вот проект, который я сделал легкий реверс инженеринг до этого, то есть, тогда я думал, ну, вот ребята сделали проект, сделали сайт, какой-то он кривой, ха-ха-ха, вот такие вот они, вот такие вот они ребята. Ну, залез на него еще раз, раскопал в нем все проблемы, там была куча инжекшенов, там, можно было в базу залезть, в принципе, удаленно через SQL-инжекшены. Все я это сделал, достал кучу информации, там, сколько у него было кредитов, почтовые адреса, и написал ему письмо. Вот, у тебя на сайте есть куча дыр, я их раскопал, давай работать вместе. Ну, где-то спустя пару дней я получил ответ очень странный, из разряда, мы тут как бы все перепроверили, и, походу, это все правда, походу, да, давай работать вместе. Вот, парня звали Джон Гриффин, он тогда, вот, это был его, по сути, первый такой стартап-проект, соответственно, мы начали работать, я открыл этот код весь уже, ну, когда он в виде репозиторий, они с внешней стороны ревиз инжиниринга, там оказался древнюющий код Igniter, написанный филиппинцами, и, вот, в общем, было принято решение, просто делал это переписать. Проект переписали, запустили, потом переписали еще раз, уже бета-версию, какую-то альфа-версию. Все было хорошо, даже какой-то, может быть, полгодика-годик мы занимались чисто этим проектом, то есть добавляли фишки, рисовали новые страницы, продавали вот этот контент, раскручивали его и т.д. и т.п. Вот, а потом случилось самое интересное, то есть, ну, во-первых, мы говорили, что делать дальше, проект потихоньку стал терять для нас интерес, потому что, ну, продукт он и в Африке продукт, но когда он не начинает выстреливать очень-очень сильно и очень резко, то потихоньку интерес снижается. Вот мой партнер на нем уже сидел до этого момента лет пять и, судя по всему, немножко разочаровался, то есть, как бы, денежки он приносил, но не так, чтобы, там, хватило на хорошую жизнь. Ну, понятно, ага. Вот, и примерно в это же время к нам пришли наши первые клиенты, это Еленинг Бразерс, это реально два брата, то есть, Еленинг, это, типа, цифровое образование братья, у них в гараже был свой стартап, они делали такие цифровые игры и материалы для компаний, чтобы повышать, типа, скиллы сотрудников, вот как у нас в Беларуси принято, да, вот тебе нужно убедиться, что твоя бухгалтерия знает, как правильно считать налоги, да, ты их посылаешь на какой-нибудь семинар, они сидят, слушают, скучают, возвращаются, ничего интересного. В Штатах, в Европе, тебе ставят на компьютер игрушку, где ты играешь в поле чудес, где все вопросы связаны с тем, что, вот, чем ты занимаешься, какие-то там разыгрываешь сценки в цифровом виде, то это, вот, как бы, в Штатах занимается, называется Еленинг, и это очень-очень большая активная зона. Ого, я не знал, кстати, про такое, да, интересно. Ну, вот, очень большие компании вкладывают очень большие деньги, чтобы, вот, своих сотрудников таким вот образом, как бы, повышать квалификации. Вот, эти ребята попросили нас сделать клон этого нашего первого проекта, он назывался Каткастер, сказали, что они собираются заниматься продажей, вот, тоже цифровых материалов для компаний, там нужен такой же продукт, там, помогите нам его скопировать, да и т.п. Ну, мы были, мы решили его не копировать, немножко заново написать для них, потому что требования немножко отличались. Сделали, ну, и спустя полгода их уже было не 2 человека, а 40, спустя год их было уже 100 человек, сейчас их, вроде бы, 200, и они, по-моему, номер один в Штатах и в мире вот о продаже этого контента, и до сих пор с нами работают. Это, получается, был наш первый клиент, и с этого момента мы, в принципе, поняли, что вот интересным направлением было бы заниматься именно разработкой каких-то технических решений для американских заказчиков, друзей, ну, и просто вот на этот вот рынок. Основали компанию в 2011 году, начали потихоньку нанимать людей, взял своих друзей, потом взял друзей друзей, мы работали все удаленно, писали очень много проектов и крупных проектов, тоже вот на образовательный сегмент, на DAM-сегмент, то есть управление большим количеством каких-то файлов в облаке, ну, и потихоньку это все начинало так вот раскручиваться, формализоваться, начинали появляться PM-ы, начинали появляться QA-и, то вот с первых дней, ты знаешь, когда сам все делаешь, вот поговорил, записал, потом покодил, потом протестировал, потом что-то нарисовал, потом показал клиенту, вот, ушло до состояния, как вот, вот, ты ПМ, ты это спеши, а не бей, чтобы он это сделал зарегистрироваться. В общем, все стало очень формально, все стало очень, скажем так, более интересно, более эффективно. Ну, и вот после такого варианта работы, лет, наверное, 6-7 мы сидели в таком режиме, в удаленном, где-то человек, может быть, 15-16, открыли, получается, белорусский офис, уже непосредственно в Минске, через полгода вошли в ПВТ, это наш парк высоких технологий, туда войти, кстати, не очень просто, но помог немножко open source, и с тех пор бомбануло, потому что клиентам стало с нами комфортнее работать, людей стало комфортнее, быстрее искать, ну, и вот выросли, соответственно, где-то раза в 4 в момент открытия офиса. Ага, это вот, когда вы открыли, за сколько вы так выросли? По-моему, год 2017, начало. О, ничего себе, нормально, это уже такое время, как будто не так давно, скажем, уже было-то. Ну, да, да, и как-то, получается, люди приходят, спрашивают, сколько лет в вашей компании? И говоришь, ну, 2, ну, как бы 9. Нормально, да. И вроде как ты и молодая компания, одновременно ты уже столько всего повидал, что, в принципе, удивиться сложно будет какому-то продукту, клиенту или какому-то отдельному подходу. Ну, и вот сейчас занимаемся, по сути, стабилизацией, то есть добиваем отсутствующие кадры, BIA, там, наращиваем DevOps-департамент, в общем, пытаемся все поставить и стабилизировать, потому что, как бы, ожидаем потихоньку переход уже к 100 сотрудникам, потом, может быть, 150, ну, и, не знаю, в курсе, не в курсе, но в районе 100 человек процессы начинают сильно ломаться. То есть эта старая модель, типа, in-house, семейная компания, она потихоньку перестает работать, потому что ты уже физически не можешь за всеми смотреть, за всеми говорить. Ну, да, это, как бы, в принципе, логично, ожидаемо так. Слушай, расскажи, вот как у вас, знаешь, эволюционировали процессы, да, имеется в виду там, ну, и процессы разработки, и, в принципе, вот, в целом, какие-то такие культурные процессы в компании, коммуникативные, да, потому что, а то дело, когда у вас там было 15 человек, и вы там как-то, значит, сидели все удаленно что-то там пытались сделать, ну, более-менее понятно, 15 человек, в принципе, это еще ты всех там можешь наизусть как бы давать, собрались, вот, и другое дело, когда вы сейчас так вот выросли там в 4-5 раз, уже тоже немножко другое, и ты, опять-таки, вот, возвращаясь к тому, что ты сказал, что у вас там и офисы в разных местах, вот интересно, как вы выстроили процессы, то есть у вас там, ну, скажем так, команды, это они все же сосредоточены предпочтительно в рамках одного места, ну, то есть, там, в общем, одна команда, она там полностью сидит в Минске, или же все же есть команды, которые тоже сотрудники, ну, состав команд, команды распределен, да, то есть там, там, сям, они там в разных местах, городах, не знаю, часовых, может быть, поясах, вот, как вы здесь выстроили процессы, интересно? Ну, сейчас, конечно, стараемся проектную команду всегда держать в одном месте, это просто повышает эффективность общения между сотрудниками. Поначалу, да, была такая гибридная немножко разработка, часть народа сидит в офисе, часть сидит на удаленке, но потихоньку от этого начали отходить. Процессы, они, в принципе, стоили сами по себе, вот, мы, когда еще нанимали людей на самых первых этапах, очень сильно уделили внимание, насколько человек ответственный, то есть, ну, сам понимаешь, работать на удаленке, это, ну, ты либо можешь, либо не можешь, то есть, если ты не можешь, то, скорее всего, у тебя будет задача пропадать, ты будешь это забивать, или будет, знаешь, такой синдром фрилансера, завтра, послезавтра я заболел, а у меня собака тут вырвала на домашку, ну, классика. Мы нанимали, как бы, людей проверенных, которым это было интересно, которые реально работали по фану, и получилось так, что, в принципе, человек говорит, что я могу сделать, он это может сделать, то есть, мы, как бы, с этого момента не волновались. Вот, и с момента, в принципе, перехода в офис продолжили такую же тактику, то есть, очень-очень много собеседовали, у нас, ну, на одну позицию, не буду врать, может, пять плюс человек всегда собеседуется. Всегда выбираем тех, кто, в принципе, ответственно подходит к делу, но это помогает, на самом деле, процессы сильно упростить. То есть, в зависимости от размера команды, это agile, scrum, kanban, то есть, я, честно говоря, туда сильно не лезу, у меня уже это не хватает сил, это занимаются PM, но, в основном, все упирается в людей. То есть, тебе нужны раз, это очень-очень такие настойчивые и уверенные все PM-ы, которые могут договориться с клиентом и обязательно уметь говорить клиенту нет, потому что, вот, на моей практике, если взять человека, который будет да-да-да-да-да, хорошо сделаем, то ничем хорошим он-то не закончится. Не, ну, ожидания просто тупо, да, не оправдаются, и в итоге, как бы, лицо компании в конечном итоге будет такое немножко неприятно, смазанное. Да, обязательно брать хороший QA, вот они тоже помогают в процессе, потому что, когда начинают провисать разработкой, либо какие-то ребята тупят, QA это быстро ловят, устраивают кипиш, и сразу можно найти, там, кто где провис, кто что не так сделал, это поправило поправить. Вот. А разработчики, ну, это, наверное, отдельная тема, потому что разработчики, они как коты, все разные, вот, как покемоны, наверное, больше. Их надо собирать, вот, такие вот, очень аккуратные группки, правильно комбинировать, правильно с ними общаться, какие-то плюшки им давать. То есть, это, ну, весомая такая часть процессов, потому что не с каждым разработчиком каждый процесс подойдет. То есть, есть ребята, которые вот только по бумажке, только waterfall, вот я привык, что мы там в IBM писали 40-страничные спеки на три кнопочки, и потом по них делали. Есть ребята совсем по-другому, из-за зряда, что он мне говорит, я уже кодить начал, вот, через два часа я буду готова выкатим клиента. И вот, в основном, все процессы строятся, на самом деле, именно на уровне команды, то есть, как ты их подберешь, как ты их скооперируешь, а вот непосредственно там перекинуть сикет от клиента в Jiro, ну, я это не считаю настолько серьезной проблемой в разработке. Это скорее так. Сбоку этим занимаются PM, MBA, именно те, кто общается с ними голосом. Ну, ну да, да, это понятно. Слушай, а вот почему было такое принято решение, вот, прям, перейти в офис? То есть, в принципе, ну, как бы, есть же компании сейчас, которые там полностью распределенные, полный такой, ремоут прям вообще целиком, как бы, почему, что не устраивало? Тут было две причины, то есть, во-первых, вот когда год, наверное, 2015-2016 мы выросли на два человека за два года, и это начинало немножко удурчать, потому что очень было трудно нанимать людей, особенно хороших. Ну, привет, я работаю там в ЕПАМе, получаю какие-то деньги, у меня клевый проект, а приходи к нам, будешь работать дома со спальней своей. Ну, вот, да, то есть было трудно искать людей, было трудно растить компанию, ну, и, в принципе, у клиентов тоже такая вот возникал нелегкий диссонанс, то есть можем делать очень крутые штуки, можем делать очень хорошо, но вот приехать на нас посмотреть вы не можете, у нас нет офиса, мы сидим вот так вот по разным местам, если для стартапов каких-то небольшого бизнеса это было не проблемой, то уже с крупным энтерпрайзом вот начинались непонятные такие переглядки у руководства. И вот два года, когда мы посидели, когда видим, что компания сильно не растет, скелиться не получается, ну, стало немножко грустно, потому что, как бы, любой бизнес должен постоянно расти, иначе, по сути, это не бизнес, да, он всегда должен вверх двигаться. Вот было принято решение открыть офис, причем было принято еще за год открывания офиса, мы все откладывали, делали, там пытались найти самый идеальный, лучший момент, но в итоге плюнули, открыли вот в апреле 2017 года, и как-то оно резко-резко-резко поперло. Интересно, интересный, да, опыт такой классный. Слушай, ну, я так немножко расскажу, знаешь, что вот про, может быть, там, какого обычного у вас там, если проекта, да, какого размера у вас там команда, да, как бы, как, ну, чтобы немножко, может быть, так тоже, да, представить. Ты говоришь, там, про разработчиков, конечно, мы еще там, я думаю, поговорим, про то, как вообще, так сказать, как пасти котов, да, мы уже так не раз отсылали, так неявно про это. Хорошая книжка, советы тоже почитать тем, кто вдруг ее не читал, из каких-то таких темлицких, кто на темлицких позициях, или там каких-то менеджерских, там, да, продукт-менеджеры, как бы довольно-таки хорошая книжка, вполне можно найти полезные советы. Вот просто какие команды, как они, ну, да, ты говоришь, что ты, в принципе, не лезешь туда, они там сами, какой-то у них там workflow, а-ля там, ну, не знаю, agile и что-то подобное такое, да, устроено, вот, ну, да, две пыта на это, как бы, какого рода проекты, в смысле, команды тоже в них. Ну, у нас, в принципе, хватает проектов, что мы накопили за время работы на клиентов, вот, за все эти годы, то есть, в принципе, у нас, наверное, за 9 лет компании, ну, наверное, один клиент от нас не ушел, то есть, бизнесы закрывались, такое было, ну, классика, да, они рассчитали бюджет, ну, это понятно, внешние какие-то факты. Но, в основном, вот, у нас накопилось очень много проектов на поддержке, мы их продолжаем делать, это мелочи такие, там, в принципе, команды, там, одна команда может быть на нескольких проектов, то есть, один человек на два проекта. Все, что идет уже крупнее, это, начиная команда от двух-трех человек, плюс PM, плюс QA, то есть, два-три человека, как говорю, уже разработчики, ну, и вот сейчас есть пару команд, семь-восемь человек, и двенадцать, там, двенадцать-тринадцать, наверное, человек, то есть, более-менее. Нормально, нормально, да. Ну, команду занимают, говорят они очень сильно, конечно, да. Понятно, ну, если ты говоришь, что они, в принципе, стараются, чтобы они все сидели в одно место, вся команда, она, в принципе, сидит где-то рядышком, там, соответственно, QA сидит рядышком с разработчиками, там. Да, 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 все именно так. Понятно. Слушай, ну, давай немножко тогда сразу, пока мы в этом еще контексте, поговорить там про разработчиков, и там, я думаю, мы приложим ссылочки, там у тебя были некоторые интересные статьи, там, и про мотивацию сотрудников, да, и вот ты говоришь, что у вас довольно-таки низкий порог людей, которые от вас там как-то уходят, ну, разработчиков я имею в виду. Ну, сейчас уже повыше, на самом деле, то есть, полгода назад ситуация была попроще, сейчас из-за того, что много нанимаем, а как бы в процентном соотношении все-таки есть, кто не подходит, кто испыталку заваливает. Не, не, ну, это понятно, это нормальный рабочий процесс, и мне интересно, вот, в этом контексте, как вот вы, если ты говоришь, что у вас там много, например, проектов, которые такие, ну, на поддержке, то есть, это не сказать, что вы супер что-то инновационное, да, но при этом, если разработчики, сотрудники как бы не уходят, то это значит, говорит о том, что, в принципе, их это устраивает, им комфортно, да, вот расскажи немножко, как достичь этого комфорта, как вы у себя, ну, вот к этому, подходите к решению этого вопроса, потому что понятное дело, что любая компания заинтересована в том, чтобы разработчики, ну, как бы, конечно, да, дольше были, и там не переходили часто, не меняли работу, как бы все это понимают. Есть такое, ну, тут, во-первых, зависит немножко от уровня разработчика и проекта, то есть, если проект ниже у него разработчика, в таком случае, здесь два варианта, либо, самочевидный, сменить разработчика, да, найти какого-то поменьше уровня, кому это будет интересно, либо придумать такой подход, при котором разработчику на этом проекте будет интересным. Простейший подход, вот у нас есть Legacy штука, она работает, все шикарно, но вот эту часть уже стала сложновато поддерживать, давайте там внедрим какой-нибудь RabbitMQ, либо напишем пару лямбда, функции, и в итоге, эти вот все пять лет Legacy упакуются там в три аккуратных файлика. Это, в принципе, заставляет ребят вот думать нестандартно, причем, учитывая, что проекты уже живые, вот реально можно посмотреть, какой импакт имеет вот такой вот небольшой рефактор, либо изменение архитектуры на что-то уже живое, рабочее. Вот, но это как бы с точки зрения именно проектов. Естественно, с разными ребятами нужны разные подходы, есть люди, которым вот вообще Legacy никак-никак, а есть люди, кто постарше, наоборот, говорят, в принципе, мне нравится. Я пришел, спокойно потихоньку причесываю, чиню, как бы медитирую, получается на выходе очень неплохой проект. Слушай, а вот это, кстати, тоже интересное наблюдение, я вот тоже, знаешь, заметил, и даже там в общении, в собеседованиях, что действительно люди, которые там чуть-чуть постарше, ну там, не знаю, 10 плюс лет опыта, да, они уже не стремятся вот так, чтобы прям суперновое, чтобы все каждый день постоянно, им это уже как бы, слушай, ну задачи одни и те же, но мне пофигу там, какой язык, ну как бы я, даже какой-то интерес в том, чтобы суметь отрефакторить, как бы переработать, да, вот этого легоси, и уже народ находит для себя интерес в решении этих задач, нежели просто там с нуля что-то построить, как вот, забавно. Мне кажется, просто вот с возрастом, ты потихоньку отходишь до этого такого подхода стартапера, давай сейчас быстренько нафигачим GraphQL, на чем-то, на чем-то, на чем-то, и больше приходишь такой полуакадемический интерес, когда вот у тебя есть большая система, и она уже работает, она, естественно, написана криво, ты же знаешь, почему она написана криво, да, то есть, вот когда приходят, особенно новички, джуниоры, мединопроекты, говорят, ой, вот это написали таким вот ключом, вы наверняка все тупые, потому что я бы писал по-другому, я бы сделал совсем вот по-красивому, и начинаешь ему говорить, что погоди, чел, ну, пять лет назад оно было красиво, но за пять лет назад бизнес у клиента вырос в восемь раз, да, у него изменились подходы, у него изменилось все остальное, нельзя ему сказать, давайте-ка мы сейчас стопнем всю разработку, стопнем твой бизнес, и будем сейчас полгодика переписывать, чтобы было красиво, то есть, в принципе, вот очень часто, когда приходишь в Legacy Code, да, первым делом цепляется, ой, блин, кусок говна, почему он так был написан, а потом, когда начинаешь разворачивать, вот очень-очень часто, понятно, почему, вот как-то до такого состояния дошло, понятно, что этот вот кусок был сделан, потому что вот там вот полтора года назад у клиента срочно ломанули китайцы, начали спасать ему кучу спама, и другого варианта не было, в общем, то есть, у каждого, у каждой строчки кода есть история, и вот новички читать не умеют, а кто постарше, они эти строчки какие-то сами писали, и много-много раз читали, поэтому для них это такая более академическая проблема, как бы проект в целом, ну да, такое действительно есть, и вот с возрастом я реально вижу, что люди как-то меньше парятся над темой, это legacy, ой, а были ли мы с нуля писать новый код, ну и больше интересуются, вот как у вас построены процессы, есть ли у вас вызваны QA девопсы, как происходит общение с клиентом, есть ли BA, который помогает правильно там вычитывать эти вот тикеты, есть ли возможность влиять на архитектуру проекта, то есть такие вот более на самом деле реальные важные вещи, чем будем ли мы писать на кролики, либо не будем писать на кролики, ну да, ну это хорошо, слушай, ладно, расскажи, чем еще как бы вот вы там пробуете как-то мотивировать, или там, не знаю, какие еще у вас интересные такие вещи? остается как бы вот, как мы сказали, то есть два варианта, в первом случае, когда вот есть неинтересный проект, ну в кавычках неинтересный, все вещи интересные, главное просто подобрать правильный уровень, либо сам разработчик, либо мы приходим в печенье, вот любимая такая фраза разработчиков, у белорусов особенно, кофе и печенье в офисе, ну это в кавычках естественно, первое это деньги, само собой все хотят получать нормальную зарплату, и если ты делаешь интересный нормальный проект, и компания, ну не кладет себе в карман очень много, то можно людям платить достойные деньги, они будут с интересом работать, оставаться и растить, то есть обязательно, чтобы росли зарплаты, обязательно иметь финансовую мотивацию, как бы ты ни говорил, что вот да, есть люди, которые работают за идеей, есть люди, которые вот, просто им раздекламируют проект, они придут, все равно денежная мотивация, это на текущий момент самая важная мотивация, если подумать. Нет, это безусловно, да, безусловно как бы, на бутерброд, где ее не намажешь. Это точно. Вот, и последняя у нас есть фишка, которую на самом деле, мне кажется, нет ни у кого в Беларуси, может и не в России, у нас каждая вторая пятница, это выходной день, то есть у нас два дополнительных выходных в месяц, ну фактически основная идея была, что мы выдаем разработчикам доп.выходные, это был, начало такой летний, летний эксперимент, мы думали сделать 4-3 месяца, году, по-моему, в 2017, может быть в 2018, я уже, честно говоря, не помню, но эксперимент оказался настолько удачным, что в принципе решили оставить это постоянно. Это помогает принимать людей, но самое важное, что это помогает контролировать такой жизненный тиро-рабочий баланс, потому что, как бы, если ты работаешь на реально жестком проекте, ну жестком, не в плане как-то плохих людей, а в плане, что сложный, интересный, то, я думаю, ты представляешь, да, ты пришел в офис в 10 утра, вернулся домой в районе 7-8, и ты такой, ох, хочу, наверное, посмотреть телевизор с пивом, и все, и больше не началось, сил у тебя нет, и получается, что как бы, работая разработчиком, ты фактически очень часто чувствуешь себя, как будто бы на шахте, вот, и у тебя из твоей жизни остаются на твои личные дела, ну, только вечер, где-то уже полубитый, только утро, где-то тебе наторопиться на стендап, да, либо выходные, в которые ты лежишь на диване, чешешь пузо, и думаешь, блин, ну, да, такая вот у меня работа, вот, опять не вспомогу. Жесткие проекты, конечно, но в смысле, в том плане, что где действительно как-то приходится сильно там напрягаться, ну, потому что какие-то там сложные задачи непростые, которые требуют какого-то такой мысленной нагрузки активной, они выматывают очень сильно, да, и тут, конечно, там по вечерам вообще уже ты как выжатый лимон, хотя в принципе, да, ты там никаких там кирпичей не таскал, мешки не ворочил, вот, и выходных, конечно же, становится немножко не хватать, да, да, ну, да, продолжи, мы сделали их изначально, не как вот в некоторых компаниях в кавычках, типа, ну, это выходная пятница, ты как бы там закрывай бэклог, или там присвещай такую штуку, как бы она типа не рабочая, но ты все равно на работе, все равно закрываешь косяки. Нет, мы решили, в принципе, сделать полностью выходной, это, кстати, была идея вот нашего знакомого из Штатов, оказывается, такая же система с пятницей была в офисе компании Dolby Audio, у нас знакомые работают, ну, у них потом идею закрыли, а мы себе оставили, вот, мы вели эти пятницы, поначалу это был эксперимент, а результаты оказались, на самом деле, настолько шокирующими интересными, что вот до сих пор я реально очень счастлив, что эту систему оставили. Во-первых, возникает очень интересная ситуация, твои ребята ходят на выходные в четверг, то есть, у них вместо пятницы появляется четверг, они могут ходить на пиво, они могут ходить погулять, там, съедить по делам, пообщаться с родственниками, неважно, но у них появляются три дня выходных, три дня выходных, это, в принципе, хватает, чтобы в Европу съездить, на дачу что-то поделать и отдохнуть туда и т.п. Самое интересное, начинается воскресенье, воскресенье где-то днем ближе к вечеру. Ребят, сирены колбасить, то есть, вот представь, что ты ушел в субботу, да, ты ушел в воскресенье, а потом у тебя понедельник выходной, вот, это как бы, вот, ты начинаешь такое чувство, что как-то многовато выходных у тебя и начинаешь слезать там в чатики, а мы завтра же будем эту штуку делать, а, да, будем эту штуку делать, там, а я там тикет подвинул, чтобы поскорее начать, а я там еще на три письма ответил, то есть, в принципе, видно, что к понедельнику ребята уже устают от отдых, как бы так грустно это не звучало, ну, по крайней мере, многие ребята, не все, естественно, но многие, начинают сильнее разогреваться к работе, а учитывая, что большинство реальных активных действий выполняется с понедельника по среду, как мы все знаем, да, то, как бы, сильно мы ничего не теряем. Второй интересный побочный эффект, что те ребята, что в пятницу в офисе остаются, у нас как бы так, 50 и 50, то есть, у нас всегда половина компании в пятницу отдыхает, другая половина работает, чтобы клиента поддержать, т.д. и т.п. Так вот, работать в пятницу, когда нету половины офиса, это просто офигенный кайф. Потому что ты приходишь, у тебя никто не дергает, никаких миссингов нету, ты просто открываешь, пишешь код, тихо, спокойно, можно кофейку налить. То есть, реально, вот, в пятницу можно отдыхать, а в пятницу можно работать. И вот, когда никого в офисе нет, в пятницу работать просто полный кайф. И как-то так, то есть, посидели, так, по-моему, года полтора, два с половиной, вот, серьезно, я уже не помню, когда мы их ввели, кажется, как будто уже вечность, у нас эти пятницы. Перформанс вообще не упал. То есть, мы это в контрактах указываем с клиентами, мы предупреждаем, что в пятницу этих ребят не будет, каждую вторую они будут отдыхать. Некоторые клиенты говорят, как же так? Ну, мы их убеждаем, что, во-первых, это не ваша проблема, а наша проблема. Другие клиенты говорят, ой, очень прикольно, мы тебе потом такую штуку тоже сделаем. Но в итоге, вот, за все это время работы мы не получили ни от одной жалобы, ни от одного клиента. То есть, единственное, что бывает, что там какая-то срочная фигня в пятницу, они просят человека выйти, он выходит, в принципе, в основном без проблем, что-то чинит, ну, и там, переносит эту пятницу, либо зарабатывает дополнительный выходной. Ну, так вот очень неплохо получилось, то есть, перформанс не упал, точно не упал, может, даже немножко поднялся, люди больше отдыхают, а кто в пятницу не отдыхает, лучше работают. Как бы, win-win-win-win. Слушай, ну, очень прикольно, да, вот это, я как-то сразу в голову не приходил, обратная мысль, да, что, когда половины офиса нету, то как бы работать тоже, работает тоже немножко лучше, потому что нет вот этой суеты, особенности там какие-нибудь open space, ну, или там, когда, допустим, все там на одном этаже где-то как-то сидят, то есть, такая, все равно движуха, она ощущается, да, когда как бы полный офис, и когда там половины нет, это совершенно разные, в общем-то. Да, и причем, причем, поначалу нам не верили еще, вот, ребята приходили на собеседование, сейчас уже, в принципе, про нас знают более-менее, там, в прессе писали про эти пятницы, ну, да, кто-то говорит, куда ты увольняешься, спирал скаут, а, пятницы, ну, то есть, в принципе, в принципе, сушок уже есть, а поначалу было интересно, приходят люди, говорят, вот с пятницы, что и настоящее, мы говорим, да, на уровне контракта, мы это пишем, то есть, все официально, ничего себе, а не отберете? Нет, берем, а в субботу работать надо потом? Нет, зачем в субботу работать? Нормально, народ, короче, не сразу верил, да, не сильно. Не сразу, потому что, как бы, ну, если у тебя вот такой вот агрессивный рынок, когда куча народу, то есть, ну, все компании ищут кучу народа, ищут кучу народа, да, и там, вот вам бонус, у нас очень крутая компания, мы всем сотрудникам выдаем апонемент в спортзал, ну, да, клево, а мы там даем, не знаю, какие-то дополнительные плюшки, вот, и как бы, оно все прикольно звучит, но, как бы, апонемент в спортзал, это, там, не знаю, баксов 40 на разработчика, а каждая вторая пятница, это даже не деньги, это все-таки реальная личная свобода, и возможность там семьей заниматься, квартирой и всем остальным, то есть, учитывая, что у нас в Беларуси 25 дней обязательно отпускные в году, вот, плюс, получается, в пятницу это еще 26, или там, по-моему, дней 56 в году, вот, так, по-моему, даже не каждый учитель отдыхает, или там, шахтер, да, с их дополнительными льготами. Слушай, а насколько вот есть у тебя какое-то ощущение, или, может быть, там, статистика, не знаю, когда вы это все ввели, насколько действительно это повлияло на, может быть, не знаю, более успешные наймы, то есть, насколько разработчики там, ну, вот, именно вот из-за этой фишки там больше, ну, соблазнялись, или выбирали, скажем так, там, вашу компанию, когда вы расширялись, какое-то вот там ощущение, или фидбэк, есть у тебя такой? Ну, смотри, как бы, мы когда нанимаем людей, мы про пятницу естественно говорим, но обычно мы стараемся позиционировать себя, как компания, ну, Trust, то есть, мы стараемся, чтобы клиенты нам доверяли, а мы доверяли клиентам, то есть, построение полной прозрачности, все знают, кто с кем работает, то есть, такого, что вот у меня тут, типа, сеньор, на самом деле, два жена, у нас такого нет, всегда полная открытость, это прозрачность, и вот возможность показать людям, что ты вот реально даешь им два дополнительных выходных дня, оно сразу переводит в русло из разряда, ну, да, все говорят про трасс, все говорят про там проверенность, про прозрачность, на практике все равно, как бы, всегда им как-то устроено, и тут переходит компания, которая не просто так говорит, но еще и делает, причем, ну, документально зафиксировано, после этого, в принципе, с многими ребятами, общаться стало гораздо проще, потому что мы перестали быть такой серой массой, и стали компанией, которая, в принципе, реально парится, о людях, а мы, в принципе, реально паримся о людях, потому что я знаю, что потерять одного разработчика, это реально очень большая беда, может быть, так что, в принципе, ну, эффект был, я вам скажу, очень большой, это реально помогло говорить с очень серьезными ребятами, с очень серьезными темредами, разработчиками, и переманивать их к себе, я не скажу, что пятница, это был в многих случаях решающий фактор, но это был, знаешь, такой вот, типа, последний, как бы, гвоздик гроб решения по переходу к нам, я к тому, что говорю, что оно весомое значение имело, самое главное, очень весомое, да, реально весомое значение имели, слушай, ну, круто, круто, это очень интересно, такой интересный кейс, и как бы у вас реально, вот как бы, ваш опыт показывает там, что это работает, тут у нас, как бы, я не знаю, слышал, то нет, ведется там беседа, последняя, вот я так, в новости, краем уха глаза, там, слышал тоже про четырехдневную, там, рабочую неделю обсуждается, всякие там, на уровне законов, проектов, там, там, полный трэш про то, что, типа, кто-то там, значит, проголосовал против, потому что это будет еще один день, когда, значит, наркоманы могут, там, родители наркоманы могут избивать, там, своих детей, вот, и всякое такое, ну, может быть, тогда вообще, как бы, не знаю, надо работать семь дней в неделю, чтобы этого не было, или еще что-то, ну, какой-то трэш, трэш такой был, вот, но интересно, конечно, к чему это придет, ладно, слушай, эту историю мы, наверное, так как-то более-менее обсудили, так, какие моменты хотели, давай поговорим еще про ваши всякие продукты, у вас есть там целый, целый даже уже не один, там, а несколько, целая пачка проектов, которые вы там заопенсорсили, вот, и про которые там ты, в том числе, как такой популяризатор и представитель, кстати, разработчик, что самое интересное. Да, и на дуде-дудес, и на игре-игре, как-то кажется, не знаю. Вот, вот это все, вот много чего так делаете, ну, наверное, самый такой известный, ну, как мне кажется, на данный такой момент, это, наверное, Roadrunner, вот, но есть и другие, вот расскажи немножко, наверное, в принципе, просто контекст, как бы, да, потому что всегда интересно послушать, как бы, что, какие причины, что мотивировало выложить там какой-то кусок кода, да, в open source, что вы, как бы, какие цели преследовали, чем вам это там помогло, не помогло, ну, а дальше уже поговорим непосредственно там про Roadrunner и про прочие штуки. Ну, на самом деле, в open source все очень просто, то есть, мы говорим уже про 2019 год, и компаний, крупных, либо интересных компаний без open source фактически нету, то есть, ну, сам посмотри, сколько open source у Microsoft, вот представь, лет 10 назад, что тебе бы сказали, что у Windows будет встроен Linux, а Microsoft будет open source половину своих инструментов, никто бы никогда в жизни не поверил, да, это тут без сомнений. Пальцем бы виска крутили, вот, ну, смотри, какая ситуация, то есть, как компания, которая занимается разработкой под клиентов и под себя, у нас есть очень такой простой и шкурный интерес, мы хотим иметь возможность заниматься очень быстро и очень эффективно, разработкой красивого, хорошего ПО, то есть, если у меня придумал какой-то проект, или мы придумали продукт, я бы не хотел тратить там 3 недели поиска инструмента, потом еще найм людей, которые этот инструмент знают, а потом еще через 2 года разбираться, где найти людей, которые помнят, как эту штуку переписать на более новый инструмент. Логично, да. Вот, и, соответственно, как бы потихоньку, вот еще до основания компании, может быть, когда мне еще было 16 лет, то первых проектов я начал писать фреймворк, ну, все мы писали фреймворк в свое время, да, и на основании этого фреймворка, в принципе, делать вот все наши клиентские продукты, все наши решения. Со временем фреймворк рос, просто стал там интересным функционалом, очень часто уникальным функционалом, его где-то году, в 2015, в принципе, стало ясно, что если эту штуку внутри держать, то она, как бы, далеко не уедет, потому что, да, я напишу там какой-то клевый проект, но придется дальше тратить силы своих же команды на его поддержку, разработку, ну, и, в принципе, как бы, приходит к себе клиент, говорит, а вы на чем-нибудь будете писать? На какой-то штуке, а могу ее посмотреть? Нет, не можете, про пиарное. Вот, и после этого много разговоров сразу же заканчивается. OpenSource в данном случае позволяет, прямо вот еще в первом письме, в первых пропозлах клиенту сказать, вот, вот это будем вам писать, вот, если у вас есть специалисты, вы можете посмотреть исходные коды, понять, как это устроено, как это написано, посмотреть на качество кода, и, в принципе, принять решение для себя. Так что, в принципе, на текущий момент я считаю, что, наверное, OpenSource, это не, скорее всего, не фановое занятие, а это более-менее обязательное занятие для любой компании, что занимается активной разработкой. Если ты там сделал маленький магазинчик и, там, допиливаешь в нем три кнопочки в месяц, тебе это нафиг не нужно. Вот, но если ты разрабатываешь шесть крупных проектов в год и более, или у тебя свой стартап, то без OpenSource будет, раз, трудно нанимать людей, и, два, просто будет трудно зависеть от других вендоров. То есть, всегда, конечно, есть вариант взять, там, Symfony, Laravel, открыть на нем свою компанию, нанять людей и писать. Но, есть одна такая простая вещь, что, как бы, Laravel на тебя с глубокой колокольни наплевать, или с высокой колокольни наплевать. То есть, что твоя компания хочет, какие на модуле разрабатывает, это никому не интересно. Интересно, что скажет комьюнити, но мнение комьюнити и твоей компании часто будет расходиться. Так что, у OpenSource такая вот, скажем так, система защиты от устаревания своего ПО, ну и плюс система для демонстрации клиенту своих возможностей. Как-то так. Да, слушай, хорошие мысли. Ну, расскажи, наверное, вот немножко там про, давай начнем, ну, можешь, в принципе, рассказать немножко, какие сейчас у вас есть, что вы там за OpenSource или, да, так, в общем, а потом. Ну, давай, наверное, начну, да, с белого слона в посудной лавке. Терадрандер, это Application Server, то есть сервер-приложение для PHP, написанное на GoLang. Вот, про него уже писали, наверное, много раз на Hub, на Reddit, я несколько раз выступал уже на конференциях. На самом деле, это очень простая вещь, это overlay-слой, который занимается всей инфраструктурной логикой этого проекта, и после чего делегирует часть задач, не же стоящие процессы на PHP. То есть, в активистке PHP здесь является просто встраиваемым скриптовым языком, ну а инфраструктура логика вроде запроса, очереди и т.д. и т.п. делается на этом сервере. Писался сервер, нет хорошей жизни, писался он, потому что на одном из наших проектов были очень интересные нагрузки, то есть, он не генерировал нагрузки там, 10 тысяч запросов в секунду постоянно, он мог спать, 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 а вот тебе сейчас полмиллиона запросиков обработай, и все, и дальше я буду опять спать. Вот, система была связана с обработкой видео, и вот при загрузке там, большим клиентом пары видеофайлов очень крупных одновременно начинал ложиться, Nginx просто говорил тю-тю, я не могу поскейлиться, а Amazon не успевал просто машину поднимать. Вот, поскольку все это, поскольку это все это работало в распределенном режиме, и через API необходимо было верифицировать загрузку файлов в DTP, ты либо пишешь ретраи по 50 штук на каждый запрос, да, либо думаешь, что сделать по-другому. Вот, ну и по-другому мы решили просто подойти с другого конца и подумать, как сделать так, чтобы PHP не дох, во всех смыслах этого слова. Учитывая, что фреймворк этого момента уже был написан, и по какой-то совершенно странной случайности он был написан изначально для работы с резидентной памятью, то есть без выгрузки процесса из оперативки, оно достаточно быстро завелось, мы подняли проект, мы выкинули, наверное, две трети северов сразу же, и было очень-очень интересно. Я когда первый раз еще эту штуку начал бенчить, у меня просто глаза были очень круглые, я сразу не поверил, что происходит. То есть, подожди, подожди, сколько ноликов, сколько тысяч запросов в секунду он это проглатывает. Ну и, соответственно, после этого еще месяца 8 проект полировался, покрывался доп-тестами, документацией, и после чего произошел анонс, ну, а, наверное, выстрел произошел, когда мы сделали поддержку HTTPS 2, HTTPS с коробки, что, в принципе, позволило вообще от NGINX избавиться полностью, то есть система занимается всем-всем-всеми с коробки. Ну, конкретно для меня, я так скажу, то есть, Roadrunner реально позволяет ускорить проект, но это не магическая пуля, особенно если у вас legacy, да, то есть у вас будут утечки памяти, проблемы со стейтом, это нужно решать архитектурно, в принципе, для чего мы фреймворка делали, но, опять же, для меня, то есть штука именно Roadrunner не в скорости, а в том, как бы, что реально можно делать. А реально можно делать, что можно за 40 минут написать, например, аналог от Laravel Echo. Ты поднимаешь AppSocket сервер, поднимаешь PubSub на Redis, на G-Long, поднимаешь легкие API на PHP, и тогда у тебя без внешних зависимости, без сервера на Node.js, без дополнительных очередей, из коробки есть прекрасно скаливающаяся система для реал-тайм-нотификаций. Или, например, ты хочешь сделать себе интеграцию с RabbitMQ. Какие у нас есть варианты интеграции RabbitMQ в живой проект на Symfony на Laravel? Ну что, первое, ставим дрова RabbitMQ какие-нибудь, либо бинарные родные, либо коммунит расширения, выбираем правильную версию, потом запускаем правильный скрипт, пишем под него оболочку, эту оболочку мы запускаем желательно под супервайзером, она же будет дохнуть, а супервайзер запускаем еще под контактчиком, потому что если убьешь самую супервайзер, надо перезапустить, и такая вот непонятная мешанина, чтобы сделать, забрать данные из очереди, выполнить и положить обратно. А на Runrunner ты берешь GoLang, берешь, либо пишешь 3 часа код, и через 3 часа ты получаешь то же самое, только не имеющая никаких зависимости, работающая почему-то быстрее, тестируемая почему-то быстрее, а на стороне PHP у тебя ровно один интерфейс с одним RPC методом. Вот эта вот штука в принципе для нас была наиболее важна, то есть как бы сделать, чтобы двумя языками можно было друг друга дополнять. Слушай, ну я так понимаю, вот если это немножко попробовать так вообще, то есть идея, основная идея в том, что вы, сохранив возможность написания или использования уже написанного кода бизнес-слой на PHP, упростить всю вот эту некую такую обвязочную инфраструктурную часть, то есть там, не знаю, общение по сокетам какие-то, ну не знаешь, TPS и прочие вещи, там, веб-сокеты, потому что, конечно же, в PHP это оно есть, но оно не очень там хорошо, удобно, быстро, комфортно. Вот, и вы всю эту часть вынесли, плюс, насколько я опять-таки услышал, в Roadrunner ты можешь дописывать в том числе и какие-то модули к самому Roadrunner, чтобы он на стороне Go решал эти же части, да, соответственно. Да, то есть в принципе Roadrunner общается, первая версия Roadrunner 0.9, люди спрашивают, что такое, что значит встраиваемый сервер PHP процессов, он не умел HTTP, он не умел просто умел убрать бинарный пилот, отдавать какому-то пулу PHP-воркеров и получать ответ. То есть в принципе это основа Roadrunner, откуда ты получаешь бинарные данные, это лично твое дело, может быть ты хочешь из Kafka забирать, в бачи агрегировать, отсылать PHP-скрипту, может быть это будет Pubsub на Redis, может быть это будет HTTP, какая-то очередь, в принципе системе абсолютно не важно. И вот тут наверное стоит немножко сделать шаг назад и посмотреть в принципе на выбранные технологии, то есть PHP и Go. В моих глазах это такие два языка антипода. То есть если посмотреть на PHP, то мы имеем такой Java-like очень сильный ООП, а в PHP реально ООП офигенный. То есть у нас есть и Private, и Protected, и наследование, и множество наследований через Raid, и куча интерфейсов, и рефлексии реально очень мощные. То есть в принципе все крутые фреймворки это полное ООП. Но вот работа с низко уровнем как-то программирования, с потоками, с бинарными данными, с мультипоточностью в PHP, ну никак. Будем откровенны. Вообще никак. Можно закрыть глаза и сказать давайте мы возьмем там приположим AMP или React, но это не частная многопоточность, это кооперативная, вроде бы кто-то уже сделал поток на трэдах, но как-то так. Можно взять Свули, что в принципе все очень похоже на Roadrunner, только написано на сях, и там заточено какие-то задачи сделать GoLang-like. Ну, зачем мне GoLang-like, это я могу просто GoLang взять на самом деле. Ну, как бы да, ага. Вот. И получается, вот если посмотреть с другой стороны, то GoLang, что у него OP нет, а слово вообще. Есть структура, да, какая-то идея Private, Public, что такое в GoLang-like Public. Если ты написал метод с большой буквы, с Capital, да, Public, с маленькой Private, все, вот тебе OP. И как бы, с другой стороны, вся многопоточность, вся работа какими-то драйверами баз данных, источниками данных, какие-то обработки, компрессии, это вообще настолько шикарно делается. То есть, многие программы на GoLang-е, их просто тупо проще писать сразу синхронными. Вот ты пашешь CSV-шку, да, как ты делаешь это в PHP. Читаешь строку, эту строку отдаешь, там, забираешь по идишнику из базы, что-то обрабатываешь и даешь обратно. Как ты делаешь на GoLang-е? Ты читаешь строку, закидываешь ее в канал. Из канала у тебя есть 3 воркера или 5, либо 100, в зависимости, как настроишь, которые параллельно читают их из базы данных, потом обратно запихивают в канал блокирующий, который пишет обратно, и в итоге у тебя получат система, которую можно скейлить в разных местах как бы с разными подходами. Ну да. И вот, если посмотреть на эти два языка, вот такой простой вопрос. Вот тебе нужно сделать, например, какой-то real-time чат. И вот ты знаешь только PHP и какой-то фреймворк. Ты его сможешь сделать? Сможешь. Будем откровенны, да? Какой-то там long-pulling какой-то там, ну, нафига тебе что-то очень страшного. Не знаю, на кронтабах будешь запускать PHP скрипты, поднимающие сокет-серверы, ну, это можно сделать, да? Ну да, да. Только это займет четыре месяца и будет криво. Вот. На голлэнге это делается, ну, серьезно. Ты берешь голлэнг джунами, да, и он по туториалу собирает то же самое, но за полдня. Но с другой стороны, возьми любого голлэнг-разработчика или хапписта, который говорит, что вы нам вообще на голлэнг полностью не перешли? Скажи, хорошо, чел, а напиши, как это не в бакэн для интернет-магазина. И вот, и вот тут начинается самое интересное. Как-то, ну да, язык клевый, язык быстрый, на языке можно офигенные вещи делать, только ты интернет-магазин на него напишешь. Точнее, напишешь, если человек, например, восемь работает в твоей команде, если ты потрачешь, например, полгодика на разработку распределенной, тогда, может быть, ты сделаешь магазин, который будет управлять продуктами, хранить там бази данных, какие-то ивенты вешать. Только это будет нифига не гибко, потому что у тебя не хватит каких-то слоев абстракции, но это будет быстро работать. То есть, да, ты добавишь там какой-то продукт в корзину не за 0,01 миллисекунду, а 0,01 миллисекунду. Молодец. Вот. Только на разработку ты убьешь полгода, да, дофигища денег, а клиент к этому моменту обанкротится. И вот такая вот вот эта ситуация, что, с одной стороны, какую-то логику надо делать на PHP, потому что быстро, надежнее, ну и, в принципе, вот сейчас даже тупо красивее, потому что, посмотри на современные фреймворки, посмотри на, как развивается язык, то есть, реально можно писать красивый, аккуратный код с солидом, с красивыми абстракциями на PHP. А с другой стороны... Плюс еще, опять же, не забываем про то, что на PHP в том числе написано много уже хороших каких-то кусков кода бизнес-логики, которые, в принципе, на нашей компании они есть, они просто переиспользуются, чуть адаптируются под каждый проект, но ты не тратишь на это написание с нуля несколько месяцев, человека месяцев. Конечно, конечно. Вот. А с другой стороны, на GoLangit это все дело можно пускать быстро и пускать красиво. И получается, что у тебя сидят три-пять PHP-разработчиков и пишут PHP-шный код. Игры отводят, у нас есть проблема, там приходит много заказов. Нужно подрубовать, например, кавку. Кавку сами они не подрубят, но может быть, поизучают, поставят кучу травов, поэкспериментируют. А тут назовешь им в команду одного гошника на неделю, просто на неделю. И он за неделю поднимает как бы инфраструктурный слой, который, в принципе, делает API ровненько под их проект. То есть, поскольку разработка становится настолько быстрой, тебе нет смысла делать какие-то дрова суперабстрактные. Ты делаешь именно API, которая специфична бизнес-задача, работающая очень быстро, как бы это делал на гошке. И PHP-шники начинают им пользоваться. И PHP-шники становятся очень хорошо, потому что они сразу из головы выкидывают кучу этого непонятной фигни, скронтовыми, супервайзерами, и занимаются просто разработкой кодов на PHP с красивыми абстракциями, ООП, ну и, в принципе, общением с клиентом. Как-то так. То есть, это такая вот комбинация. Да, да, нет, то, что ты рассказываешь, оно, мне кажется, очень хорошо раскрывает причины и предпосылки, чего это было выбрано. И действительно, с точки зрения бизнеса, ну, как бы это просто тупо эффективное использование инструментов по прямому их значению, а не пытаются, так сказать, городить что-то чем-то. Но это, на самом деле, очень хорошая идея, мне тоже очень нравится, когда, например, там Луа встраивается. Ну, почему? Ну, потому что ты можешь, как бы, у тебя есть какой-то там сишный, не знаю, код, или там, как модно, да, там, не знаю, у нас там Nginx, вот мы очень любим Nginx, Луа, то есть, да, оно решает для тебя те задачи, для которых оно лучше всего подходило изначально. Скриптовые языки, они никуда не денутся, да, потому что, смотри, даже на движок Quaker какой-нибудь, он написан на высокооптимизированном C, но на чем сделаны как сцены, не носишь, их писали, да? Ну, как бы, да, да. Слушай, а расскажи немножко поподробнее, ну, я, конечно, понимаю, что там можно это почитать, но, тем не менее, когда мы уже обсуждаем, вот, как же, что происходит, ну, в взаимодействии PHP и Go, то есть, Go, это, да, вот, сервер, он там поднимает сокеты, слушает, там, не знаю, откуда берет данные, как он в итоге, и что, как, в каком виде payload передается в PHP, то есть, это некий там протокол, который вы там придумали, разработали, и нужно ли, так сказать, там, со стороны PHP что-то там дорабатывать, какие-то подключать библиотеки, чтобы это все начало работать, или, и как это устроено? Нет, композера хватит одного пакетика, чтобы завелось, ну, с точки зрения сервера Roadrunner, в принципе, ему абсолютно филетово, как PHP процесс с ним общается, то есть, там находится абстракция, называется Relay, который занимается просто посылкой данных в PHP процесс и получением обратно. Вот этот Relay мы написали двумя разными способами, это первые сокеты, то есть, ты поднимаешь PHP процесс, он по сокетам подрубается к Roadrunner серверу, и от него ожидает входящие данные и посылает ему ответ. То есть, в принципе, обыкновенная классика. Второй вариант, он побыстрее, на порядок, наверное, это именно работа по пайпам, то есть, Roadrunner поднимает процесс, и в данном случае имплементация вот этого Relay сделана на SAD-in, SAD-out. Это одна из причин, почему, например, в Roadrunner нельзя выводить что-либо вот в SAD-out в твоих процессах, потому что это сломает общение по протоколу. Само же общение, да, оно сделано по бинарному протоколу, называется он Gorich, он сделался еще раньше, чем Roadrunner, он делался для того, чтобы могли вызывать RPC-шные методы голенга из PHP. Ну, а потом, как бы мы перевернули в обратную сторону, и получилось вызывать PHP-шные методы из голенга. Вот так получилось. Понятно. В двух словах, да, расскажи про протокол, то есть что там, это как бы просто некая сериализация какого-то объекта с некой мета-информацией. Да, это обыкновенная сериализация, ну, а сам протокол это аналог бинарного надстринга, то есть ты посылаешь небольшой фрейм, описывающий размер пакета, его какой-то тип, потом пилот, и ожидаешь примерно такой же входящий пакет обратно. Вот сейчас вот Антон Шабот, он работает над второй версией этого протокола, который уже позволит посылать сообщение асинхронно, его причем серьезно ускорить, и плюс он будет, я не знаю, секрет-не секрет, рассказывать в Москве на убодушников про сишную либу, которая позволит RedRunner еще сильнее ускорить. То есть мы прикинули, что если поставить сишное расширение, то общение между голенгом и ПКП можно ускорить подставить на 30. Ого. Так что будет еще быстрее. Да, по протоколу кидаются данные, процессы получают обрабатывают и возвращают их обратно. Кабаньяка здесь магии нет. Магия находится в том, что RedRunner поднимает не один процессор, а несколько. По количеству ядер, либо как-то настроишь. И начинает очень эффективно балансировать запросы между ними. И это, в принципе, корневое различие между всякими React-ами, AMP-ами и RedRunner-ом. То есть в React-е, в AMP-е у тебя есть один процесс, и все общение находится в пределах этого процесса. Плюсы какие? Плюсы, соответственно, это быстрее общение между самим сервером и процессами PHP, потому что один процесс. В RedRunner-е все-таки даже при пайпах у тебя есть оверхед. Он измеряется в микро-микросекундах, но он есть. С другой стороны, если у тебя есть 100 процессов PHP-шных, 5, 12, 80 ядер, каждый из них занимается обработкой только одного запроса в один момент времени. и это на самом деле охранительно важно, потому что когда у тебя процесс занимается одной обработкой, он работает один в один, как он бы работал все эти предыдущие 20 лет. То есть он блокирующий, он получил, выполнил, отдал. Одна только разница, что он не очищается. И вот за счет этого ты, в принципе, можешь брать любой готовый фреймворк, и его интегрировать, и он будет работать. Он никуда не денется, у него не будет выбора, он будет работать. Придется немножко найти уши, которые там в контексте в глобальных переменах оставляют эти ZerQuest, респонсы, но если от этого дела избавиться, то любой PHP-шный код будет прекрасно работать. Ты как разработчик PHP разницы даже не заметишь. Ты как писал, так и будешь писать. У тебя будут обычные PTO-драйверы блокирующие, курлы, не надо там какие-то промиссы делать. Абсолютно обыкновенно стандартный код, любая композиция-библиотека будет работать. Это позволяет очень серьезно снизить планку входа и реально писать проекты быстрее и аккуратнее, можно так сказать. Слушай, ну а какие-то вы запускались? Symphony, Laravel, тот же самый, Gii, не знаю, что-нибудь уже на Roadrun. У нас все очень грустно, мы запускаем только свой framework, но я знаю, что комьюнити запускала Laravel, и Symphony запускала, и U запускала. В принципе, запускали почти любой framework. Мне периодически пишут на почту, там есть такой новый framework, Simlex, парень из Германии сделали, как аналог Symphony, очень маленький. Это Silux, если ты имеешь в виду, который, наверное, Silux? не Silux, а Simlex, он вообще новенький, небольшой, да. Они вообще рандрадно взяли по дефолту, то есть, там вообще Nginx больше нет, оно сразу из коробки по тратарам работает. В принципе, наш фрейм тоже так уже устроен. То есть, в принципе, я верю, что люди потихоньку интегрируют, там, в Slim он запускается без проблем, в любом фреймворке он запускается без проблем. У Symfony есть проблема в данном случае, их две основных, ну, три, да, третья проблема – это сам код своего проекта, но, как бы, здесь я же ничего не могу сделать. Если вы написали, да, с фактическими глобальными функциями, ну, сорян. Вот. У Symfony основная проблема, их две. Первая – это работа с сессиями, но она обходится, то есть, по дефолту Symfony позволяет сессиям писать куки самостоятельно, то есть, в то время какое-то все абстрагировано в этом HTTP-кернелл, recress response, именно сессии, они как бы сбоку сидят, делают все, что хотят. И в итоге, как бы, дефолтные сессии падают. Нужно ставить какое-то расширение, которое уже будет, там, не знаю, в Redis их хранить, все будет хорошо. а вторая проблема непосредственно сама архитектура Symfony. То есть, когда ее писали, я так подозреваю, видимо, мало думали о резидентной памяти, и вот у тебя вот есть мутабельный request response глобальный объект на твоем кернеле. Их можно как-то перезаписывать, как я понимаю, как-то прокидывать, но это чуть-чуть более опасно, чем то же самое PSR-7, который полностью мутабельный. Как бы мы ни говорили, что PSR-7 вот эта мутабельность там не нравится, она некрасивая, это на самом деле вот именно то, что им нужно, чтобы Roadrunner было очень хорошо, потому что у тебя физически нет возможности этот request где-то себя сохранить и потом надеяться, что он будет всегда актуальным. Просто по дизайну так он устроен. А тогда запускали все и Laravel, и какие-то китайские фреймворки. В принципе, если есть адаптер на PSR-7, он почти уже везде, где есть, то он запустится и будет прекрасно работать. Понятно. Слушай, а расскажи, ну вот как бы вы там за open source или его как бы какое-то начало там или складываться там сообщество вокруг проекта, то есть кто-то еще там подключился именно из комьюнити, да, то есть понятно, что вы-то сами безусловно там его делаете, пилите, постоянно развиваете, но вот интересно, как это было воспринято в сообществе и появилось ли или начинает появляться какой-то вот комьюнити, какой-то, какой-то вокруг экосистемы этого складываться. Мне кажется, да, то есть у нас гарантированно есть уже пару контрибьюторов, Алекс Бонд и еще пару ребят, которые активно участвуют в какие-то багфиксингах, помощи, помогая людям, общаются. У нас есть дискорд-сервер свой, как бы видно, что люди пытаются что-то допиливать. Я нахожу иногда библиотеки для родраннера, который написал штуковину для сбора логов, кто просто написал интеграцию. То есть, в принципе, людям явно есть интерес и какие-то постоянные активные участники действительно есть. С точки зрения какого-то более крутого комьюнити, наверное, пока еще рановато, то есть проект все-таки молодой. Что такое полтора года для проекта такого аппликейшн-сервера? Для фреймворка может быть какого-то активного еще ок, но для такой достаточно экстремальной технологии, я бы сказал, это еще не очень-то и много. Пока еще большие игроки только начинают подцеплять. Так что комьюнити пока небольшой, так что мы пока стараемся сейчас сами драйвить, но с другой стороны постоянно сыпятся статьи, постоянно кого-то цитируют. У Бадушников будет митап в эту субботу, там может быть два выступления на тему родраннера из трех. Так что, в принципе, людям явно интересно. Нет, ну это здорово, да. А как у вас там соответственно документация, вот тесты, ты там говорил, что, так сказать, и вообще твое интересное мнение, насколько документация, тесты важны для опенсорс проекта? Ну, я скажу так, если ты не готов писать тесты хотя бы до 90% покрытия и полную документацию, опенсорс даже может не ссуваться. Потому что у тебя будут два варианта. Первый вариант, выпускаешь офигенно крутой проект без тестов и в течение первого получаса получаешь фидбэк из-за зряда, какого хрена ты творишь и ты их читай в полном, сразу же в черном списке. Потому что тебе это будет помнить очень-очень много. Я такое видел на реддите, то есть нету тестов, все, кто даже смотреть не будет. Нету документации, тоже никто смотреть не будет, потому что это же штука. Второй вариант, ты написал что-то реально интересное, реально офигенное, там, забил на тесты, потому что ты же написал супер уникальную релеволюционную вещь. Ну, документации у тебя три страницы и люди подцепили. Ну, все, привет, теперь эту штуку нужно поддерживать, да, у тебя уже есть пять, шесть, семь, восемь пользователей, десять, двенадцать, они начинают тебе сыпать фичи, баги, ты начинаешь эти фичи, баги делать, а у остальных пользователей начинают отваливаться, потому что тестов-то нету, какого-то стабильного API нету. Так что, в принципе, как бы, ну, в данном случае тесты и документация и сама кодовая база это, в принципе, есть open source проект. То есть, если у тебя их нету, даже не думай о том, чтобы что-то выпускать, ну, как бы, для друзей показать, фидбэк собрать можно, либо, там, привет, ребята, я написал проект, он без тестов, без документации, потому что решает какую-то проблему, вот, стоит ли вообще дальше заниматься, либо нет. В таком ключе подавать можно, но, без, без, как бы, всего этого дела как-то ставить себе более серьезное положение не стоит. То есть, можно просто сесть в лужу. Не, ну, понятно, да, что в долгосрочной перспективе, в общем, как бы, без документации никому не интересно пытаться внедрять какой-то проект, на который, чтобы его понять, надо читать его код или там еще, хоть, как бы, там код и должен быть самодокументируемым, да, но это нет меня и того, что я, даже как вот разработчик, да, мне хочется открыть проект и просто, его увидеть, условно говоря, но, почитать документацию, понять, увидеть какие-то примеры использования, понять, как его, и все, и на этом успокоиться, а не пытаться сразу лезть в код, там, что-то ковырять, как бы, да, 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 документация тоже разная бывает, можно рассказать, как его поставить, а можно рассказать, какие-то внутренние нюансы, каким пользоваться, то есть, в принципе, ну, да, надо поставить себя на место другого разработчика и постараться продать самому себе свой же продукт, если ты хочешь, чтобы им пользовались, потому что, в противном случае, ну, кому нужна твоя разработка, если ты один умеешь только ей обращаться, может быть, она действительно революционная, интересная, круто сделанная, вот, но продать-то ты ее не сможешь, причем, ну, я говорю не про деньги, понимаешь, да, конечно же, про то, что люди, как бы, она им заинтересуется, как минимум, они попробуют там ее где-то применить, использовать, вот, в конечном итоге, если мы что-то выкладываем, выкладываем в open source, нам, конечно же, хочется, чтобы этим кто-то пользовался, а не просто выложить для галочки, ну, ну, да, хотя есть люди, которые выкладывают для галочки, то есть, я видел open source проекты по очень странным лицензиям, то есть, там лицензии были не permissible, они были restrictive, там чуть ли не за зарядом этот код посмотрели, все, вы теперь больше ничего делать, с таким кодом не можете, по-моему, это было связано, это был какой-то веб-RTC сервер, вот, именно голосовая такая штуковина, open source, без документации, тестов, по-моему, там особо не было, и все равно его все смотрели, потому что в BTC сервер, который может нормально оттягнуть народ, эта штука очень интересная, но лицензия не MIT, то есть, юзать ты его не можешь. Ну, да, вы посмотрели этот код, так что вы больше не можете в своем коде называть переменные, так же, как они названы здесь. Да, и как бы, ну, в Беларуси, в России, это все, конечно, не хаконьки, да, но вот в Штатах, например, это реально серьезная проблема, то есть, доходит до того, что вот нам нужно сделать как конкурента, а у конкурента есть куча open source, что нам теперь делать? Ну, нанимать человека, который никогда конкурента не знал, запирать его в комнате, да, и вот, чтобы он писал то же самое, и ни с кем не общался. Вот есть такой хороший сериал, по-моему, назывался Hold and Catch Fire. Умри и гори, отличный сериал. Умри и гори, вот там вот интересно показывали, как они реверс инжинировали первые, ну, каком, DOS, наверное, это не DOS, первые аналоги операционных систем и BIOS, когда они сначала его по байсикам прочитали, а потом оказалось, что так было делать нельзя, и пришлось нанимать срочно разработчика, запирать его в подвале, чтобы он сделал то же самое, уже вот под запись, что вот он ничего не смотрел, ничего не копировал. Да, да, да. Ну, да, с лицензиями, конечно, штука такая интересная. Не, мне радует, что в целом оно как бы начинает немножко приходить, это понимание, в том числе там и на наш рынок, да, то же, что да, лицензии, вот, например, у меня там банально, знаешь, там на работе есть несколько человек, ну, там один конкретно такой активист, что вот так, вот мы делаем штуку, хорошо, какие там лицензии, потому что, вот, если там, допустим, какая-нибудь, там, не знаю, GPL, то это для нас грозит тем-то, тем-то, ну, ему там типа, да забей, ты че, слушай, ну, кому это надо? Нет, ну, как же, вот, положено правильно, и это, кстати, приятно, что есть такие люди, которые обращают внимание, в том числе и на такие аспекты разработки, как бы, ну, просто все же, как бы, если есть лицензии, есть вообще некая такая правовая база под это, ну, как бы, я, конечно, понимаю, что мы здесь можем там пренебрегать, но, наверное, это не очень хорошо просто. Ну, все он правильно делает, как бы, я не знаю насчет локального рынка, но вот на рынок США это очень большая серьезная тема, то есть у нас даже есть OSS Policy, ребята знают, что вот такие лицензии брать можно, такие лицензии брать нельзя, и это вот, ну, это реальная проблема, потому что ты проект сделать можешь, а потом тебе предъявят, что как-то, ребят, так пользоваться-то мы им не можем, продавать мы его не можем, вот, потому что как мы его продадим, если в нем код, который нельзя продавать, ну, да, или, допустим, там код, который ты обязан открыть полностью весь свой код, а ты тогда только просто бизнес-велуи теряешь, и как бы спасибо, что кто-то написал для кого-то кусок. это, конечно, обходится как-то там, можно сделать это в виде независимого системного модуля, да, и только его код открыть, но это, да, это его самые страшные лицензии, на самом деле, казалось бы, что вот, вот эта вот идея, да, вот, и все остальное открываешься кодовая база, она такая интересная наивная, но на практике вот именно коммерческую желудку она задавит очень быстро. То есть, в принципе, в принципе, оно, наверное, имеет смысл для, там, если ты будешь сделать свое ядро Linux, например, то, как бы, люди вложили в него столько времени и сил, что будет очень неприятно, если ты начнешь его продавать, они будут сидеть рядышком на него смотреть и говорить, ну да, клево, вот тут продают нашу работу. Ну, а для каких-то мелочей, в принципе, как бы, ну да, ты написал там какой-то свой парсер, нафига он по GPL написан? Ну, то есть, по сути, ты написал вещь, которую никто пользоваться не будет. Сделал его под MIT, ну все, люди заюзают, потому что просто сэкономят время. То есть, вещи, которые ты сам можешь сделать, вещи, которые, в принципе, имеют вот какое-то ограниченное время на разработку, там, миллион лет и IBM, там, профессора, да, вот там парень сел, заметься, собрал, их смысла по GPL выкладывать нет. Имеет смысл сделать, чтобы люди могли пользоваться, себе интегрировать, как-то развивать, делать себе pull request, ну и помогать. Ну, конечно, конечно, конечно. Ладно, слушай, расскажи немножко, какие у вас вообще там планы ты уже упоминал, что там сейчас Антон, который шабов-то развивает, там, вторую версию протокола, там, и сишные расширения, которые чуть больше, там, процентов на 30 ускорит, да, какие еще вот идеи, может быть, какие-то были интересные запросы извне, вот, как бы, про какие-то фичи, про которые вы там изначально, или там кейсы применения, про которые вы там изначально не подумали, а тут оказалось, что вот есть такие, что-нибудь такое интересное. Так, что у вас тут было? Ну, наверное, такого ничего супер уникального не было, что было вне наших команд, в основном, самое интересное происходит реально у нас, когда мы подрубали попсабы Redis, вот те же самые вебсокеты, сейчас изучаем кавку, и с комьюнити, наверное, все более-менее стандартно, давайте нам интеграцию, там, с Laravel, интеграцию с UE, и чтобы она еще быстро работала, не падала, и за нас код писала, ну, как обычно. Ну, да. Вот, в основном, все связано с интеграциями, есть пару запросов по улучшению, ну, а у RedRunner у нас планов, на самом деле, огромный вагон, то есть, на версии 7, наверное, хватит. Первое, наверное, из основных планов, это, во-первых, обновить протокол, почесать именно все зависимости, потому что RedRunner, как бы, возникал и писался, так, немножко более-менее органично, у него до сих пор есть зависимость от Zend, Dectoris, PSR-7 имплементация, мы бы хотели ее, как бы, вынести из центрального модуля, сделать, чтобы сам RedRunner, как бы, ни о каком отношении к HTTP не имел именно ядро, как бы, чисто обмен данными. Хочется сделать ускорение, следующая задача, очень важная, это сделать поддержку стриминга, и сделать поддержку асинхронных воркеров, чтобы у тебя в одном PHP процессе можно было крутить несколько, вот, кооперативных хендлеров, и с ними общаться. Зачем это нужно? Ну, хотим сделать очень странную, страшную вещь, а именно систему, на которой можно было поднимать очень большие стоят машины, либо какие-то вот чат-системы. То есть, по сути, когда у тебя в PHP процессе крутится много актеров, у каждого актера есть свой айдишник, Родрана просто им отдает задачи, они ему дают ответы, это все можно скейлить, там, как-то визуальном редакторе рисовать, и т.д. Ну, это то есть внедрение каких-то там а-ля ивент-лупов таких вот штук. Да-да-да. То есть, хочется сделать так, чтобы Родрана потихоньку, ну, ты поставил себе AMP, например, да, вот, ивент-луп, ну, и все, поставил, молодец. У тебя вот рядышком лежит AMP, а рядышком лежит твой проект на Symfony. Как их вместе запускать? Ну, никак, да, разные парты, роутинг, такая вот фигня всякая. Хотелось бы, чтобы можно было взять Родрана, поднять на нем, окей, вот это вот асинхронные воркеры, это асинхронные воркеры. Вот у тебя здесь Symfony, вот рядышком я накидаю вот эти вот наши CQRS и все остальные паттерны, которые вот очень хорошо асинхронность, вот эти вот воркеры. И чтобы у тебя, ну, прозрачно между ними работало и скейлилось, это ДТП. Это получается что-то вроде свули на самом деле, но только у тебя весь инфраструктурный код вынесен вне расширения, то есть он написан на языке, который реально легко расширять, реально писать модули, а не как бы не на SIS с китайскими комментариями. Ну да. Вот. И как-то вот в таком направлении развивать. Ну и плюс, само собой, это развитие именно инструментов непосредственно созданных и заточенных под работу под Roadrunner. Ну, я уже все уши прожжал, это фрейм наш и ДТП и ОРМки и все эти инструменты, которые под ним запускаются реально удобно, легко и быстро. Слушай, ну ясно, что, здорово. Желаю вам успехов в этом деле. Я думаю, что все у вас должно получиться, как бы, судя по тому, что сейчас происходит, мне кажется, нет причин, чтобы оно не сложилось. Ну, спасибо. Главное, на самом деле, пахать, то есть, и терпение иметь. То есть, в себе уже поняли, что такого, чтобы ты сделал какой-то продукт, проект, open source и на следующий день ты уже все выпустил 7 пользователей, такого не бывает. Нет, нет. Нужно писать, поддерживать и вот долгие годы его улучшать. Да, тут надо понимать, к сожалению, не все разработчики это понимают и думают, что я запубликовал в open source, все, я крутой, вот мой проект, библиотека, фреймворк, что-нибудь. На самом деле, это довольно-таки такая работа и она тоже требует человека часов, потому что там постоянно какая-то, если ты хочешь, чтобы оно живо, там и активность, и там, не знаю, банальное общение в Ишвисах, как бы, кто приходит и задают и глупые вопросы, и дурацкие, и там, как бы, всякого разного. И если ты хочешь, чтобы это как-то все же оно живо, то тебе придется и с этим, как бы, тратить время и силы на то, чтобы отвечать, разъяснять, там, мягко посылать, я уж не знаю, порой тоже. Вот. Мне кто-то рассказывал интересную аналогию на эту тему, что вот выпустить Open Source это как купить ружье. И ты вот купил ружье, ты такой довольный, пришел в комнату, говорит, что у меня есть ружье, теперь самое крутое здесь. Ну, есть нюанс, как бы, у всех в комнате тоже ружье есть. И только время покажет, кто останется. Поэтому, да, выпустить мало, нужно еще его защитить, нужно убедиться, что людям это интересно, что первые 100 багов тебе пришлют и сможешь вовремя закрыть, ну, не выпесив народ. Плюс, как бы, нюансов реально много. Вести нужно себя вежливо, потому что бывают контрибьюторы, которые скажут, вот я такую штуку хочу. Ну, чел, эта штука ломает жизнь всем остальным. Вот я ее хочу, иначе у вас продукт говно. Ну, что ж поделать. А сейчас говно. Извините. Да, да, да. Плюс еще надо каким-то чудом суметь привлечь каких-то еще контрибьюторов, потому что одному тянуть это вечно, это тоже немножко можно и подустать. А это вот одна из самых больших проблем. То есть, ни в коем случае нельзя быть гейткипером на проекты, потому что если ты начнешь только в одиночку эти полуроквесты делать, писать код только сам, всех rejectить, далеко уехать не получится. Обязательно быть open-minded и помогать контрибьюторам, давать советы, принимать их код. Даже если он немножко кривоватый, лучше его принять и потом допелировать перед релизом, чем просить их там иногда замучиться, поправить по твоему коду стайлу все-все-все-все-все символы, переписать все перемены на другое название. Ну, в общем, нюансов много на самом деле, чтобы людям было интересно с тобой работать. Да, да, тут много, и это тоже такая штука, которая приходит с опытом, то есть, как бы, первый раз, когда ты публикуешь, ты не ожидаешь, о многих, на самом деле, вопросах не знаешь, не догадываешься, только в процессе жизни работы над проектом они как-то выяснятся. Поэтому, друзья мои, если вы думаете, что это так легко, то нет, поверьте, есть сложности, но в конечном итоге они тоже преодолимы, и, так сказать, не надо думать, что это прям все конец света. Слушай, ну ты уже, на самом деле, упомянул даже там и ОРМ, у вас же там много еще, так сказать, что есть продуктов. Один из, наверное, такой тоже больших, крупных, серьезных, это вот там Cycle Data Mapper, ОРМ, такой большой, да, как-то так он называется. Вот расскажи немножко про него. Зачем еще один норм? Сейчас же там есть, не знаю, доктрины пресловутые, которые там, наверное, почти везде. Нет, я согласен, еще один ОРМ не нужен, на самом деле, абсолютно, нужен еще один хороший ОРМ. Вот, но, на самом деле, все очень просто, у нас была конкретная задача, и эту конкретную задачу не мог дарить ни одна ОРМ-ка на рынке. Вот, пришлось писать свою и по ходу как бы делать фишки, похожие на другие ОРМ-ки. То есть, в принципе, первый это Data Mapper, вот, я не знаю, много ли ты знаешь Data Mapper'ов нормальных, которые могут работать с чистыми HIP-модельными, но, насколько тебе секрет, только один, есть этот ДАТ-бектрина. То есть, фактически, мы говорим про такой вот монополизм на рынке. Cycle вообще появился для одного из проектов, это не первое поколение нашей ОРМ-ки, там, до этого у нас был Active Record в фреймворке, много чего мы из него взяли, весь дебалл-слой мы из него взяли, там, часть архитектуры, связанная с Persist-ом, мы из него взяли. Но, так, да, это Data Mapper, то есть, он может работать, Active Record, это могут быть и классы, как в доктрине, чистые абсолютно, могут быть твои собственные entity, а может быть вообще динамично сгенерированные классы. Вот тут начинается уход уже в область, в которой доктрина тупо не тянет. Что там нужно было сделать? Там нужно было сделать систему, в которой структура данных и связи между данными могут определять сами пользователи. Ну, конкретно, это система сбора информации, у тебя каждый опрос, он имеет свои вопросы, свои ответы, свои варианты, там, какие-то комбинации. Вот. Хранить это все дело можно в базе, конечно, в ЯАВ, то есть, одна такая большая табличка, и тебе будет хорошо, и будет красиво, и даже уремка тебе из коробки это сделает, а потом у тебя возникает такой запросик, а можно поэтому репорт сделать, да, или вот сделать 8 джойнов между разными этими ответами и собрать каких-то пользователей. Оказалось, что нельзя, оказалось, что нельзя, потому что структура определения данных в доктрине, в прополе, везде, 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 она жестко захардкожена на твои классы, на твое определение схемы, и влево, право ты никуда подвинуться не можешь. В общем, мы написали вот именно Cycle, чтобы была возможность в рантайме, то есть, даже под Dreadrunner'ом, ты мог полностью сказать, вот знаешь, что вот, а теперь я хочу работать с данными, которые вот так связаны, имеют какие-то колонки, вот сделай ты мне, пожалуйста, систему поднехранения оптимизированную, там, предположим, на генеральной табличке, и давай за меня сгенеривай все красивые запросы на выборки, на join'ы, на т.д. и т.п. И оно завелось, то есть, такая штука у нас появилась, мы решили клиентский проект, то есть, то, что мы делали, ну, еще инструмент, который это сразу решает. Вот. В итоге, да, это O-Rank, которая, в принципе, по функционалу сравнима с доктриной, нету пары фишек, полностью отсутствует DQL, его, скорее всего, у нас никогда не будет, если не появится сильное настроение, но она во многих местах доктрину на самом деле обходит, в частности, у нее, на мой взгляд, гораздо более лучшая система выборки данных, то есть, ты можешь вытянуть отфильтрованные данные вообще по всем связям, в любую глубину, вот эти вытянутые данные ты еще можешь по ходу дела отстартировать, отфильтровать, и это все ты можешь сделать одним аккуратным query builder'ом. Persist у нее тоже сделан лучше, чем в доктрине, то есть, в доктрине у тебя весь Persist, все связи, все-все-все рассчитывается в одном глобальном entity менеджере, ну, ты в курсе, да, везде таскать, потом еще помнить, что такое merge, что такое detach, зачем это нужно, как это все работает. У нас, на самом деле, это все таскается в disposable транзакциях, рассчитывается через динамично генерирован граф команд, то есть, когда ты хочешь хранить юзер и профиль, она генерирует две команды, Persist user и Persist profile, и команда Persist profile зависит от каких-то значений, которые дает команда юзера. В итоге, ну, в итоге мы можем хранить любые данные, даже цикличные, даже какие-то очень сложно связанные графы, в наших тестах есть настолько упоротые тесты, когда мы берем два связанных кольца, то есть, рекурсивно связанные объекты сами с собой, а потом мы еще связываем их с другим кольцом, это все дело сохраняем и проверяем, что там ровно энное число запросов вошло у нас сохранение. Классно. То есть, пришлось очень сильно покопаться, потому что вот у меня есть пол блокнота, исписанного вот этими граф вычислениями. Вот. Ну и плюс, поскольку это датамаппер, то есть, в принципе, мы обошли еще одно очень крупное ограничение доктрины. В доктрине вот все-все-все метаданные, все связи, они привязаны жестко к фиксированным объектам. То есть, если тебе нужно что-то сделать динамичнее, поменять, ну, генери код, пиши xml, линкуй его к коду, и оно будет работать. У нас этого делать не надо, у нас системе абсолютно на самом деле пофиг в чем-то перетаскиваешь данные. То есть, я могу сделать один класс, называть его А, и этот один класс А, я могу размапать всю общую свою базу данных со всеми связями. Оно будет прекрасно работать, оно будет знать, чем отличается класс А от класса А с черточкой, который представляет другую таблицу. Ну, и маленький побочный эффект, это вся штуковина еще в 8 раз меньше, чем сама доктрина. Ну, понятно, да, если вы там банально один DQL выкинули, еще что-то, конечно, есть на чем сэкономить, в общем-то, удалось. Вот, так что, в принципе, нам она помогла сделать проект, и вот сейчас очень большое число надежд уходит на эту ремку, потому что вещи, типа там, SAS, ERP, CRM проекты, они делают бы за полный кайф. То есть, ну, я не знаю, я писал такие проекты ты или нет, но вот тебе приходят требования клиента, вот там у тебя есть группы, юзеры, вот это все-все-все-все-все, ты зарелизился, все красиво, потом приходит клиент и говорит, а можно мне вот здесь поле добавить еще одно? Говоришь, ну, да, можно, конечно, да, заходишь, создаешь миграцию, создаешь колонку, заливает клиенту, клиент доволен. А потом клиент говорит, а можно мне еще одно поле? Что мы делаем? Миграцию, заливаем колонку, обновляем код. Все время я не дергал, давайте я буду их сам добавлять. Дайте мне там форум-билдер. Тут разработчик начинает нервно курить, потому что, ну, ты знаешь почему, потому что сделать это уже становится на три порядка сложнее. Конечно, А с такой штукой это делается, в принципе, за полдня, и вот любая система ориентированная под SAS, именно под мультитенанси, собирается очень просто, очень аккуратно. Вот, как-то так. Слушай, ну, прикольно, прикольно. Он тоже, я так понимаю, вы его там заопенсорсили как-то, да, и что-то, какая-то тоже пока активности такой прям сильно нету, или какой-то есть? Нет, нет. Мы же выжидаем, на самом деле, то есть сейчас Руэмко проходит очень-очень интенсивный тест внутри компании, вот, на реальных живых проектах, ждем, когда получим фидбэк от разработчиков, от клиентов, и, возможно, где-нибудь в ноябре, в декабре будем на хабре писать анонс, рассказать, как она устроена, как она работает, и в каких проектах она может пригодиться. Но пока что, да, она есть вот в паре дайджестов, в паре чатиков, но вот сильно пушить мы не очень хотим, потому что, ну, просто хочется быть уверенным, что продукт реально хорошо работает и реально решает свои задачи красиво. Ясно. Слушай, ну да, я уже так понял уже в процессе там беседы, ты про это очень часто говоришь, что да, важно, чтобы все было готово, чтобы я был уверен. И тут, на самом деле, ты-то, знаешь, довольно так даешься в такие серьезные там технические подробности, и в связи с этим, конечно, хочется, знаешь, немножко у тебя спросить, как тебе удается вот совмещать, то есть, да, с одной стороны, ты там технический директор, и у тебя, по сути, ну, наверное, там, большая часть времени на работе уходит на всякие какие-то, ну, соответствующие задачи, там, не знаю, да, согласование, управление, вот какой-то там, не знаю, интервьюинг и прочее, но при этом, вот ты там, во-первых, сам являешься автором и Roadrunner, там, да, и того же Cycle, вот, и хорошо разбираешься, там, во всяких таких глубоких, там, подробностях, там, PHP, Go, вот, когда ты находишь время на все это, и как ты, вот, тебе удается все это совмещать, расскажи. А, очень просто, на самом деле, я работаю всего полдня каждый день, то есть, под 12 часов, вот. Шикарная, шикарная фраза, просто супер. Вот, ну, на самом деле, конечно, да, это трудно становится со временем, надо искать баланс, то есть, какая-то часть дня уходит на управление, на общение с командами, какая-то часть дня уходит на ресерч, на написание кода, но, по себе, как скажу, то есть, я постоянно общаюсь с клиентами, с клиентскими СТО, и, вот, я считаю, что вот эта практика кодирования, практика изучения новых инструментов для СТО, это, в принципе, очень-очень важный навык, потому что я видел много ребят, там, с очень крутым образованием, MIT, Oxford, и т.д. и т.п., но, они не пишут код, они видят реальный проект уже лет 5, и все начинает сильно плыть, вот, реально, очень сильно плыть, и когда ты объясняешь человеку, вот, с таким образованием, у какой-то компании, там, с миллиардом долларов оборотов, как работает блокчейн, и он, позиция СТО у него, да, вот, начинают возникать вопросы, вот, как вот, как может дорасти такого позиции, не понимая такие базовые вещи, поэтому, в принципе, ну, для меня это как постоянная тренировка, то есть, писать код обязательно, раз в неделю я должен написать, ну, какой-то такой приличный кусок кода, либо документацию, что-нибудь новенькое изучить, выходные очень часто, после работы, до работы, на работе, как там, в обеденное время, постоянно-постоянно сижу, пишу код, то есть, мне это, в принципе, по фану, вот, поэтому сильно от этого дела не устаешь, устаешь, наверное, больше вот от переключения, может, именно управленческими задачами, и задачами кодирования, но, время, все, все требует времени, и вот. Ну, время, да, это самый, пожалуй, ресурс невосполнимый, которого катастрофически всегда не хватает, но, в общем, для тебя, как бы, ты, в принципе, считаешь, что вот, CTO, даже, даже CTO, я уж молчу там про всяких тим-лидов, тех-лидов, да, наверное, там это вообще по умолчанию, писать код, это в том числе, возможность держать руку на пульсе каких-то таких современных трендов, там, технологий, ну, быть, быть, действительно глубоко в теме, то есть, с таким специалистом. Ну, это, как бы, какая штука, то есть, у тебя у любого специалиста обязана быть тренировка в своих областях, то есть, я видел CTO, которые, например, очень много времени потратили на настройку серверов, то есть, послушайте, DevOps, вот, ты с ними общаешься, они все понимают, и лямбда-функции, и кубернеты они поднимали, и все настраивали, но начинаешь залезать им проект с точки зрения кода, и там полный бардак, вот, и получается такая ситуация, что, как бы, если ты хочешь быть, вот в целом, как CTO или Team Lead, хорошим сотрудником, тебе нужно иметь постоянно очень хорошо наточенные навыки. Какие навыки решаешь ты? Если ты тестировщик, возможно, там, тебе нужно периодически читать литературу, и там, какие-то делать хитрые автоматизационные тесты, но с точки зрения разработчика, CTO и Team Lead, в принципе, вариантов немного, то есть все всегда выплывает со стороны кода. Даже если ты будешь там разбираться в кубернете, и это все дело деплоить одной левой ногой полупьяной, как бы лучше твой проект не станет, потому что архитектура от этого не изменится. Да, у тебя будет там дешевле инфраструктура, быстрее разворачивание, разработчики будут счастливее, но кора проблемы останутся. Так что, в принципе, вот это вот именно кодирование, написание, это, да, такая тренировка очень важная, я считаю, даже, наверное, обязательная для всех позиций, именно технических позиций, связанных с разработкой, вот выше, наверное, сеньора. Слушай, ну, коль мы затронули эту тему, как раз-таки, какие там навыки важны, а вот, как бы, твое мнение, какие там софт-скиллы тоже, вот, для каких ролей важны, вот, ты все-таки там был разработчиком, и сейчас там CTO, да, и вот, как ты тоже считаешь здесь роль софт-скиллс во всех этих процессах, про это тоже уже, в принципе, она так, довольно-таки тема, ну, на слуху, и много кто о ней говорит, это, в принципе, хорошо, да, и, как бы, вот, что ты тут думаешь? Ну, правило номер один, не быть мудаком. Очень хорошее правило, подписывай все. То есть, как бы, софт-скиллы, это такая штука, материя очень тонкая, она зависит, на самом деле, от всего остального, от других скиллов. То есть, наверняка, это может быть виллы разработчиков, которые могут только курить, пить кофе, молчать, но разработчики, они от бога. Так вот, вот, как бы, твои софт-скиллы должны быть на таком уровне, чтобы, как правильно объяснить, не возникали вопросы с твоей производительностью, в общем. То есть, если ты хреновый разработчик, ты должен всем улыбаться, с ними общаться, и уметь работать в команде. Если ты разработчик от бога, тебе позволено немножко спустить рукава, может быть, там, меньше общаться с людьми, но в целом эти вещи обязывают. Софт-скиллы, в принципе, важны очень сильно при росте команды, когда вот именно невозможно уже конкретно вылезти на одном супер, стар, рок-стар уровне разработчики, когда тебе нужно еще пять медов, там, один джун на подхвате, и там, четыре сеньора. Вот. То есть, софт-скилл это такая хрень, которая позволяет тебе команды склеивать вместе. Потому что, если у тебя есть команда, дети, человек, но они между собой не общаются, это не команда, это просто 10 разработчиков, которые, каждый из них делает все, что он захочет, и в итоге, ну, проект останется, где он останется. Общение обязательно. Либо все общение начинает идти через там тимлиды, через там, не знаю, через тебя, и это тоже как бы узкое звено, и оно как бы ни к чему хорошему в общем привести не может, конечно же, в конечном итоге. Да, да, да. И как бы тут ситуация тоже обратная может быть. То есть, я видел разработчиков и ребят, у которых софт-скиллы просто от бога, они всем нравятся, знаешь, вот улыбаешься, и вот с ними приятно общаться, но разработчики или там девелопсы здесь вообще никакие. такая вот вроде вот надо его уволить, и вроде всем он нравится, и вроде конфликтов ни с кем не имеет, но специалист он хреновый. Поэтому, как бы, софт-скиллы важны, я считаю, да, но обязательно в комбинат со всем остальным. То есть, нужно этот баланс хорошенько держать. Общение обязательно иметь правильное с людьми, то есть, не наезжать, не подставлять, вот обязательно не подставлять, это одна из самых важных проблем. Не заниматься, вот, а у них, а у нас, знаешь, когда вот какой-то код был криво написан, а вот он сделал код кривой, а на него посмотрел, я никого не спросил, я решил, что так можно. Ну, разные ситуации бывают. Но, софт-скиллы, эта штука реально очень важная, и, как бы, любой, кто хочет дорасти до уровня сеньора, обязан в себе развивать нормальный навык общение. То есть, многие разработчики, они интроверты, но, к сожалению, будучи интровертом, до темы, ты не дорастешь вообще. Не, ну да, если ты останешься вот таким, как бы, в своей скорлупе, то, конечно, никто не узнает про то, что ты можешь еще и архитектурные вещи решать, и там обсуждать, и, как бы, какие-то вещи предлагать, да, ты так и будешь сидеть в своей этой маленьком мерке, и там, что-то так. да, да. Единственное, что, как бы, софт-скил они тоже должны уметь со временем эволюционировать. То есть, софт-скил для Джуна и софт-скил для Темлида, они немножко отличаются. То есть, например, для софт-скил для Джуна, ну, первое, что он должен уметь, слушать. Вот. Не предлагать, не там, не пытаться медировать какие-то конфликты, именно сидеть, тупо слушать и не возникать, потому что больше всего, на самом деле, нервирует, это, когда сидят два Джуна и убеждают тебя, дураки, и вот они тут придумали супер-убер-архитектуру, которую прочитали в блог-посте на Хабре, написано непонятно кем, да, и вот все, мы тебе будем так, только так писать, потому что последний писк моды. И как бы, они нормально общаются? Нормально вроде, как бы, да, то есть, не ругаются матом, не наезжают на тебя, но ты как тем-лид, либо как си-си-о, должен сейчас потратить два часа своего времени и объяснить двум женам, в чем они неправы. То есть, все равно нужно сделать так, потому что так проверено, потому что так оно будет работать гарантированно, и как бы, не надо будет тратить лишнее время. С другой стороны, если ты тем-лид, ну, ситуация немножко другая, да, то есть, у тебя возникает раз, это медиация конфликтов, Вася и Петя поспорили, кто из них такой, напишет код быстрее, в итоге проект на продакшене упал, кто именно надо, кого ругать, правильно? Ну да, да. Вот, и ты не можешь сказать Пете, что он дурак, потому что Петя обидится, не можешь сказать Васе, что он дурак, потому что Вася обидится. Скажешь обоим, что они дураки, они вместе обидятся, тебя будут еще хуже. И вот, и видишь, как бы, у тебя начинается такая вот, ну, мы в компании называем, как бы, чем выше уровень, такая вот, игра престолов легкая. То есть, чем выше поднимаешься, тем вот это вот общение и правильный подбор слов становится гораздо более важным. Если с женами, ты можешь сказать, закрой рот, посмотреть, я сейчас покажу, да, то там с парнями, у которых 15 лет опыта, ты уже такого не сделаешь. Нужно сказать, многоуважаемый господин, я бы хотел вам продемонстрировать последние тенденции разработчиков. Ну, ты понял, о чем я говорю. Да, 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 конечно. Вот, а когда ты поднимаешься до уровня CTO, тем ли, да, кто-то, кто общается уже непосредственно с клиентом, ох, ой, вот там начинается реальная Санта-Барбара, потому что софт-скиллы там, в принципе, уже превращаются именно в бизнес-скиллы, то есть общение непосредственно с заказчиком, и там очень интересно. То есть, ты должен уметь общаться с CTO мягко, грамотно, но уметь пушить. Ты должен уметь общаться с CTO мягко, грамотно, но уметь, чтобы он тебя якобы пушил, но на самом деле ты пушишь его. Такая вот хитрая-хитрая штука. Ты должен уметь, понимаешь, то есть, если их CTO какую-то хинею на звонке несет, нельзя ему сказать, что несет же хинею, нужно опять же сказать, уважаемый господин, на основании последних исследований, ну, ты понял. Ну, конечно, конечно, да-да-да. Не-не, это очень материя такая. Да, и чем выше ты поднимаешься, чем больше и больше и больше начинаются разговоры булшита, начинается вот этого вот мягкого перевода стрелок, ну, да, как-то так. Но без этих скиллов ты подняться не сможешь физически. То есть, просто не сможешь. Слушай, а как ты думаешь, а как можно вот эти скиллы, так сказать, в себе там, не знаю, воспитывать, улучшать? То есть, ну, опыт, понятно, это штука, которая как бы без нее вообще никуда, но, может быть, у тебя есть какие-то, там, не знаю, советы, рекомендации, там, не знаю, книжки, не книжки, но какие-то вот возможности, как ты, например, в себе воспитывал это, потому что я так понимаю, ты же тоже как бы, не сразу у тебя все это появилось, что ты вот там научился себя, там, не знаю, сдерживать в каких-то моментах, да, ты там учился, вот как ты над собой работал, расскажи, как, Я вообще любить не люблю, как бы до сих пор, поэтому я бы сидел дома и ходил, но работа уже обязывает. На самом деле, вот, и меня очень сильно поднатаскал мой бизнес-партнер, то есть, он полностью открытый экстраверт, что очень помогает. Ну, что я могу сказать? Первое, абсолютно банальный, абсолютно тупой совет, выйти из зоны комфорта. То есть, можно читать кучу книжек, смотреть кучу видосиков на Ютубе, как правильно говорить, но пока ты не попробуешь сам, ничего не будет. Поэтому, есть у тебя проблемы с общением, не знаю, сходи на дискуссионный клуб, сходи на КВН и выступи, да, ты выступишь криво, тебя закидают помидорами, но это будет реальный опыт. Постарайся выступить на конференции, там, записать подкаст, ну, что-то сделать такое, что, в принципе, ты до этого не делал, что поможет тебе, ну, открыть новые игры, общаться, выходи в большие места, знакомься с людьми, то есть, как-то так. Я, например, сейчас знакомиться с людьми даже в каком-то месте, где никогда не был, гораздо проще, например, 10 лет назад. Я бы просто сидел в уголке, втыкал его в телефон и молчал. Сейчас уже, в принципе, я понимаю, что это не очень красиво, и там надо подойти, как-то привет, как дела, ну, и т.д. и т.п. Вот. В принципе, вот найди для себя, что, чего ты раньше никогда не делал и займись этим, в принципе, посмотри, все ничего не получится, ты провалишься, тебя посмеют, может быть, там, может, даже и забьют в самом худшем случае, но это, конечно, я уже драматизирую, но ты получишь очень ценный опыт, и на основании этого ценного опыта в следующий раз ты делаешь-то лучше, в следующий раз еще лучше, ну, а потом оно потихоньку преобразуется в такие вот более-менее грамотные бизнес-скиллы, которые пригодятся уже и в жизни, и в работе. Единственное, конечно, всему нужно свое время, то есть экспериментировать с подачей крутой идеи на проект Дед и Джун, наверное, не стоит, там лучше послушать, да, и посмотреть, а поэкспериментировать с своими друзьями там такого плана, ну, в общем, какой-то такой вот простой очевидный совет, но я считаю, что он реально действенный, потому что, в принципе, любые все остальные советы, они будут от него производные. Ну, да, согласен. Слушай, ну, наверное, что, мне кажется, неплохой такой итог нашей сегодняшней беседы, такой логичный и в хорошем, с дельным советом, вот, вроде бы обсудили все темы, какие хотели. Мне кажется, получилось здорово. Ребят, спасибо вам, что слушали, надеюсь, у вас есть какие-то там вопросы, предложения, замечания, пожелания, фидбэк, то обязательно сообщите, нам будет очень с Антоном приятно его услышать, какой бы он там ни был, даже если какие-то там замечания, это конструктивная критика, это лучше любой похвалы. Да-да. Вот. Антон, тебе спасибо, что пришел, что пообщались, рассказал всякое интересное. Да, тебе спасибо, что позвал, для меня это такой опыт новый, вот, очень было приятно пообщаться, и обсудить интересные темы. Ну да. Я думаю, еще как-нибудь обязательно увидимся, и услышимся, и пообщаемся, благо есть интересные темы еще, так что. Это так, замануха для тех, кому тоже это понравилось, и было интересно. Все, друзья, спасибо, и до новых встреч. Всем пока-пока. Да, пока-пока.